Здравствуйте, это программа интервью. Я Татьяна Донцова и сегодня гость нашей студии, заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по республике Хакасия Василий Худык. Здравствуйте, Василий Павлович. Здравствуйте. Василий Павлович, первый вопрос. Какие преступления чаще всего совершаются на территории Хакасии? Ну, за первый квартал текущего года совершено 2009 преступлений в республике Хакасии. Чаще всего совершается это кража чужого имущества. Это 1133 таких преступления было совершено на территории республики, значит, из которых 688 было раскрыто у нас. Раскрываемость составила, значит, 61,3% имущественного блока преступлений. Это довольно хороший процент раскрывается, но, тем не менее, есть над чем работать и необходимо сегодня более активно работать с населением, находить взаимодействие с населением для того, чтобы эти преступления раскрывались как можно больше. Ну, а после краж у нас что идет там? Значит, после краж у нас идут факты мошенничества. Это такая самая сложная беда в республике по совершению преступлений. Они очень сложно раскрываются, потому что обычно эти преступления совершают лица, которые находятся на других территориях Российской Федерации, а то бывает и за рубежа. Поступает информация, знакомятся на различных сайтах женщины с мужчинами и переводят довольно большие суммы для того, чтобы поклонник приехал к нам в Хакасию и дальше они начали жить, общаться и строить отношения. К сожалению, такие факты очень часто у нас. Очень часто поступают телефонные звонки, где преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов и просят оплатить какие-то финансы для того, чтобы освободить родственника от уголовной ответственности. К сожалению, наши граждане порой настолько беспечны, что они идут на эти уловки. И вот за три месяца текущего года вот 300 таких преступлений было совершено. Раскрываемость таких преступлений чуть больше 36%. Это довольно низкая раскрываемость, но и сложно такие преступления раскрывать. Нам приходится выезжать в различные регионы Российской Федерации, пытаться установить этих людей, но, естественно, эти люди, значит, они используют чужие телефоны или телефоны, которые там где-то кто-то утерял и они нашли. И установить практически кто это совершил невозможно. Ну а что бы вы посоветовали рядовым жителям Хакасии, чтобы обезопасить себя от действий таких мошенников? Ну, в первую очередь, я бы посоветовал, если вам позвонили на телефон и представились сотрудниками правоохранительных органов и предложили оплатить какие-то денежные средства за то, чтобы освободить от уголовной ответственности своих родственников, в первую очередь, позвонить своему родственнику в обязательном порядке. Следующий момент, это нужно позвонить в правоохранительные органы, обратиться и разъяснить ситуацию. Мы незамедлительно включимся и проведем все необходимые мероприятия для того, чтобы обезопасить от перевода денег. Значит, очень часто бывают такие случаи, когда наши жители республики пытаются купить через различные сайты запчасти к автомашинам, какие-то вещи, значит, и тут тоже попадаются на удочку мошенников. Это вторая проблема. Ни в коем случае нельзя, значит, не проверил в сайт тщательно, значит, переводить какие-либо деньги. Следующий момент, это когда звонят и говорят, что ваша карта заблокирована, вам необходимо ввести определенный порядок цифр для того, чтобы разблокировать карту. Значит, никогда банки не звонят клиенту и не сообщают о том, что банковская карта заблокирована. Значит, в этих случаях нашим жителям республики необходимо сразу же звонить в банк. На обратной стороне карты имеется телефон, значит, тех операторов, которые дают услуги банка. Значит, и переговорить с этим сотрудником и сообщить в правоохранительные органы. Но деньги, никакие номера ни в коем случае не набирать на банкомате, не идти в банкомат ни в коем случае, чтобы через банкомат какие-то действия провести, а сразу обратиться в дежурную часть МВД. Ну, давайте перейдем к другой теме. Как обстоят дела у нас в Хакасии с раскрытием тяжких преступлений, то есть убийства, изнасилования? Ну, я бы сказал так, что за первый картал текущего года было совершено на территории республики 25 убийств и 6 изнасилований. Все эти преступления у нас на сегодняшний день раскрыты, слава богу. Мы активно работаем в этом направлении не только в раскрытии, но и в профилактике. Основная часть убийств – это семейно-бытовые отношения. Поэтому мы не только работаем по раскрытию, но и работаем на профилактику преступлений в семейно-бытовых отношениях. Значит, здесь работают и участковые инспекторы полиции, и оперативные работники уголовного розыска с теми семьями, которые стоят на учете как неблагополучные семьи. И, к сожалению, зачастую совершаются вот эти преступления, они в нетрезвом состоянии. Так, понятно. А с незаконным оборотом наркотиков, в том числе синтетики, как у нас дела обстоят? Ну, вот мы буквально вчера проводили брифинг по данному направлению. У нас очень серьезно нацелена работа на выявление лиц, которые организовали здесь сбыт наркотиков. Наркотики поступают из других регионов, с зарубежа, синтетические. Значит, у нас буквально сейчас возбуждено очередное уголовное дело по преступному сообществу. Изъято более 8 килограмм только по одному уголовному делу, значит, в различных регионах Сибирского округа. Мы, так сказать, где-то 8, более 8 с половиной тысяч доз изъяли. Эта сумма на черном рынке 35 миллионов рублей. Стоимость этих наркотиков. Это только по одному уголовному делу. А так, у нас активно налажено было взаимодействие ранее с подразделением УФСНК, ФСБ, где мы совместно проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, лидеров, которые организовывали здесь сбыт наркотиков. И, естественно, мы изымали и проводили комплекс мероприятий по задержанию лиц и в дальнейшем изъятию наркотических средств. Наркотиков стало изыматься больше. Вот в чем причина, что полиция стала работать лучше или просто наркодилеров стало больше? Ну, я бы сказал, что наркодилеров ни больше, ни меньше становится. Они всегда в одном уровне. Значит, одних берем, другие, естественно, появляются. Это очень доходный бизнес. Значит, наркобизнес, бизнес с оружием и бизнес, значит, связан с женщинами, с легким поведением. Это самый доходный бизнес, он считается. И бизнес торговли людьми. Потому я бы сказал, мы на сегодняшний день научились более эффективно срабатывать, более активно начали работать. Потому что сегодня наркотики из рук в руки не продают. Они продаются бесконтактным способом через интернет-магазины. Это очень сложный вид оперативно-розыскной деятельности. И здесь должно быть определенное мастерство сотруднику. Я вам скажу, что у нас сотрудники работают профессионалы с большой буквы. И они делают все для того, чтобы обезопасить наше население от этой беды. Ребята уже сегодня работают не только на территории Хакасии, но работают по всей России наши. Я скажу так, на сегодняшний день несколько сотрудников находятся в различных регионах. Как раз по выявлению лиц, которые занимаются сбытом наркотиков по всей России. Ну а как вы считаете, может ли полиции помогать население и средства массовой информации? Ну я бы сказал, что и средства массовой информации, и население это первые помощники правоохранительных органов. Потому что вся информация, которая от населения поступает, она незамедлительно проверяется. И только с помощью населения мы смогли эффективно срабатывать и по незаконному обороту наркотиков, и по раскрытию имущественного блока преступлений. А вот та работа, которая СМИ ведется, я вам скажу, что ее даже невозможно оценить. Потому что та информация, которая через средства массовой информации доводится до людей, я думаю, что на процентов 50 мы снижаем преступность. И увеличим где-то на процентов 30 раскрываемость за счет того, что люди идут к нам, значит, и дают нам информацию о тех лицах, которые совершают преступления. Ведь борьба с преступностью это не только задача правоохранительных органов, это задача каждого жителя России. Потому что каждый человек может попасть в сети преступников. И если мы будем сплоченные и будем работать вместе, будем строить нашу страну счастливой, красивой и богатой, значит, не давать возможности растаскивать добро государственное и каждый рубль доносить до каждого жителя нашей России, то мы будем жить намного лучше. Ну и Василий Павлович, последний вопрос. Насколько, по вашему мнению, безопасно, комфортно жить в Хакасии? Ну, я бы сказал, что часто вечерами я с работы иду домой, значит, и я вижу, как люди гуляют свободно, легко, с улыбками, с счастливыми лицами. Это говорит о том, что сегодня правоохранительные органы Хакасии делают все, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Ну, спасибо вам за это. Спасибо, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо. Напомню, сегодня у нас гостем в студии был заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по республике Хакасия Василий Худык.